Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Увидеть город иначе. Шквалистый ветер, разгулявшиеся выходные, внес свои коррективы во внешний вид города и работу коммунальных служб. Социально значимые товары должны быть по доступным социальным ценам. Торговые наценки проверили сотрудники управления торговлей и потребительского рынка. Отличная работа силовиков и распределение земельных участков. На планерном совещании обсудили повышение уровня жизни анапчан. Сейчас обо всем подробнее. Увидеть город другими глазами в повседневной жизни нам иногда помогают критические ситуации. Такой стал для нас недавний шквалистый ветер. В воскресный шквалистый ветер и дождь, внезапно обрушившийся на город, валил деревья, рвал провода. О том, как велись восстановительные работы после урагана, главе города докладывали постоянно. К концу дня он оценил результаты этой работы, проехав по городу. И был приятно удивлен. Анапчане, не дожидаясь специальных служб, и сами наводили порядок вокруг. На улице Парковой, например, Сергей Павлович с удовольствием отметил чистоту и порядок, которую поддерживают хозяева окрестных магазинов. Вот здесь целая куча была поломанных деревьев, натурально поломанных, и убрали жителей. И я уверен, вот хозяин той поры, к Майкерской, там еще и еще. А вот в нашем спортивном центре, на стадионе «Спартак», где глава неделю назад потребовал навести порядок, не изменилось ничего. И что сделали из того, что я говорил ровно неделю назад? Тоже растерзанное покрытие, ямы по всей территории, выбитый зеленый газон, корявый столетний асфальт, ни одного баннера на трибунах. Вот, пожалуйста, вот, смотри, поле деятельности. Ждем, когда наркоманы вот здесь напишут «Спайс» и телефон, номер телефона. Вот это будет висеть, год будет висеть телепация. Я же сказал, убрать вот эти железяки, подстричь траву, не просто выдергать. В убого примитивном виде гостиница «Спорт», которая, как пережиток прошлого, стоит здесь много лет в своем неизменном виде, не зная ни реконструкции, ни современного оснащения. Администратор гостиницы вообще не в курсе, а есть ли у этого гостиничного учреждения лицензия именно на этот вид деятельности. Зато по всему периметру все, что можно назвать средствами наживы, торговые точки, кафе, автомобильные стоянки, на которые даже главу города пытались пропустить за деньги, развлекательные аттракционы, урезающие и без того маленькие клочки земли с видом разрешенного использования, не имеющим ничего общего с эксплуатацией спортивных сооружений. Муниципальному контролю глава города тут же поручил провести самую тщательную проверку деятельности хозяйственников и владельцев данной территории, нежелающих видеть в спортивных сооружениях их главное предназначение. Я уверен, разрешения на работу у них нет в Российской Федерации. Вид разрешенного использования для эксплуатации спортивного сооружения, но никак не для аттракционов. И еще я сейчас дам команду НЕСКУ. На каком основании электроэнергия подключена, расскажите. На каком основании? Это ж везде взятки раздали, везде. Я уверен. У них есть и канализация, у них есть и энергоснабжение. А мы потом говорим, нам электричества не хватает, в центральной части города отключается электричество. А с какого перепуга его хватит? Глава города призывает болельщиков на стадион, где одерживают победы футбольный клуб Анапа. Главе города, мягко говоря, неловко за нынешнее состояние стадиона. И он не намерен дальше мириться с таким положением вещей. Может, мне с метлой сюда прийти? Мы целый день убираем город после урагана. Вот здесь что? Что? Тяжело вот это вот застелить новым асфальтиком? Три копейки стоит. Позорище. Торговые наценки на социально значимые товары проверили специалисты управления торговлей и потребительского рынка. В первую очередь обратили внимание на ценники, затем на оформление стеллажей социальной группы товаров. Итоги рейда в сюжете Анастасии Никитиной. В магазинах курорта торговые полки заставлены продуктами. Комиссия особо обращает внимание на цены на молоко, кефир, сметану, творог, масло растительное, яйца и хлеб. Самые необходимые продукты входят в группу социально значимых и для каждой семьи должны быть доступными. Цель для того, чтобы, наверное, социально значимые продукты были, чтобы люди знали об этом и чтобы соблюдалась ценовая политика именно на социально значимые продукты. Чтобы бабушки, дети и граждане, находящиеся в не очень хорошем состоянии финансовом, могли приобрести себе товар по низкой цене. Цены на социально значимые товары отмечены яркими ценниками. Полки для этих продуктов отводят отдельные. Также должен быть отдельный перечень продуктов с ценами. В магазинах на улицах Ленина, Астраханская товары с яркими ценниками видно сразу. За молоко, кефир, сметану покупатели не переплатят. На улице Владимирской в мини-маркете «Домашний». Хлеб продают без наценки 21 рубль. Но не все владельцы магазинов соблюдают распоряжение о стабилизации цены социально значимые продукты питания в Краснодарском крае. При помощи группы «Народный контроль», которая создана, это большая для нас помощь для управления торговлей. И судя по объектам, так как мы обследовали сейчас 10 объектов и выявили нарушения в одном, я считаю, что работа проводится плодотворно. Специалисты управления торговлей и потребительского рынка, представители молодежного совета при главе курорта зафиксировали нарушения в одном магазине. Ярких ценников нет, да и обычные не на всех товарах. Литр молока стоит 44 рубля, а в 9 проверенных магазинах 36 рублей. Не соблюдает и температурный режим хранения скоропортящихся продуктов. С такими предпринимателями проводят разъяснительные беседы. Хотелось бы, чтобы наши предприниматели относились к данному соцпакету просто положительно, потому что, делая доброе дело, он делает доброе дело не только людям, но и себе. Обращают внимание на производителей поставщиков продуктов. В основном на полках магазинов «Анапы» – товары кубанских производителей. Покупатели отдают предпочтение качественным и натуральным продуктам. Мониторинг специалисты управления торговлей, представители народного контроля проводят регулярно. Ежедневно проверяют 10-15 торговых точек. Обеспечение многодетных семей земельными участками и создание инженерной инфраструктуры в будущих жилых микрорайонах. Эти вопросы поднимались сегодня на общегородском планерном совещании в администрации города. Глава «Анапы» подчеркнул, каждая стоящая на учете семья должна получить подробные разъяснения с указанием сроков отделения участка, его местоположения и планами на его освоение, обустройство подъездных путей и подведение коммуникаций. Беспечность сообщник-мошенника, отдыхая гости курорта, нередко становятся жертвами обмана. Начальник отдела МВД по городу-курорту Андрей Терехин призвал отдыхающих и анапчан более бдительно относиться к сохранности личных вещей и не поддаваться на уловки мошенников и правонарушителей. В том числе критично подходить к выбору напитков. Из нелегальной продажи без соответствующих документов изъяли за неделю более 3,5 тысяч литров алкогольной продукции. В городе Анапа 30 литров, на Каневском проспекту 130 литров, в поселке Суково 143 литров, в поселке Виктория более 3,5 тысяч литров. Материалы по всем правонарушениям обравлены суд для принятия решения. Проверки качества и законности реализации вина на стоек и коньяка проводятся ежедневно. В рамках доклада начальника анапской полиции прозвучала информация о миграционной ситуации на курорте. За неделю в Федеральную миграционную службу обратилось 150 иностранных граждан за разъяснениями правил оформления документов и справок. Глава Анапы прокомментировал работу стражей порядка. У нас на сегодняшний день находится единовременно порядка 175 тысяч жителей, с которыми мы работаем. Это, в принципе, больше, чем у двоих нашего населения. А вообще, за сезон, с начала года, уже около 2 миллионов у правоохранителей сегодня нагрузка огромная. Ну, я хочу пожелать, чтобы подвести чертовую почету в том числе и оружных службах, всем ДПС, в том же духе продолжать работе, не снижая темы. Первый вице-мэр Анапы Светлана Ировая на планерке подняла вопрос о выделении земельных участков многодетным семьям. Поручение главам сельских округов еще раз провести ревизию «Земель», проверить списки семей, стоящих в очереди, и предоставить информацию для дальнейшей работы. В 13-м году мы предоставили 370 участков, в текущем – 168. И ряд у нас на оформлении. Мы изыскиваем эти куски массива земельных участков, формируем, предоставляем, но в то же время есть недостаток – это отсутствие коммуникации и быстрая реализация этих задач. Основной задачей по-прежнему остается создание инженерной инфраструктуры в будущих жилых районах. Мы хотя бы минимальную инфраструктуру предложим нашим многодетным семьям, то есть дороги, опоры электроосвещения, дорога хотя бы отсыпана инертными, и тогда уже, чтобы туда вдохнуть жизнь. Каждое звено в этой цепочке должно быть прозрачным и понятным, и люди вправе знать, как продвигается процесс выделения земли под строительство. Сергей Сергеев поручил написать ответы всем заявителям. Вы выбираете все заявления на прошлый год из-за этого от многодетных семей, которые обращались к нам по поводу обеспечения коммунальной инфраструктурой, и в их адрес Светлана Владимировна, в вашей службе, мне даете вот эти заявления, обращения, и в адрес этих людей мы пишем уведомление, что вы тогда обращались, ставим вас в известность, что по вашему массиву в целом, где расположен ваш участок, нами проведена следующая работа. Подготовлена проектно-следовательная документация, там будет указано все за исключением канализирования, которая сегодня находится на государственной экспортизе. Глава города заострил внимание на строительстве стратегически важного на курорте объекта новых очистных сооружений. К концу текущего года будет завершена первая очередь стройки. В 2017-м стартует второй этап строительства аналогичного по мощности и назначению объекта. Реализация этого инвестиционного проекта, в финансирование которого были вложены и бюджетные средства, без преувеличения завтрашний день Анапы – залог развития курорта. Та канализационная насосная, которая есть сегодня, вернее, очистные сооружения, немножко неправильно выражать, вот, их никуда не заберешь, их нельзя поднять, не унести в Краснодар, в Сочи, еще куда-то. Они будут работать на благо Анапы. Не остались в стороне вопросы благоустройства Анапы. Алексей Харитонов, заместитель главы города, курирующий сферу ЖКХ, поднял проблему транспортного сообщения на улице Шевченко. И так непростую в пик курортного сезона дорожную ситуацию осложняют экскурсионные автобусы. Водители крупногабаритного транспорта устраивают стоянку в ожидании туристов и создают пробку на дороге. К решению проблемного вопроса привлекут структурные подразделения администрации и ГИБДД. Продолжаются проверки предпринимателей, осуществляющих детские перевозки. О планах на выходные дни о проведении конкурса кубанских частушек на Атамане рассказала заместитель мэра Анапы Людмила Мурашова. В этом году анапчане намерены выиграть конкурс. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайны Медной Горы. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайны Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В среду 23 июля в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 29-31, ночью до 24 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны 48-300 и 48-333.